В давние времена жила на опушке леса хорошенькая девочка вместе со своей мамой, которая любила ее без памяти и все время баловала. Как-то раз мать сшила ей красную накидку с капюшончиком. Точке накидка так понравилась, что она ее почти никогда не снимала. За это и прозвали ее красной шапочкой. Как-то поутру мать испекла пирог и попросила красную шапочку отнести его бабушке. Бабушка-то захворала, сказала мать. Сходи, дочка, проведай ее, да отнеси гостинце, пирожок и горшочек масла. Но смотри, тропинки не сворачивай и с незнакомыми не разговаривай. Мать неспроста так говорила, ведь дорога к бабушке шла через густой лес. Где жил страшный серый волк. Красная шапочка взяла корзинку, помахала на прощание матери и побежала по тропинке, напевая веселую песенку. А злой волк уже заметил девочку, только не решился напасть на нее, потому что слышал, как неподалеку стучал топор дровосека. Красная шапочка, между тем, собирала цветочки для бабушки и уходила все дальше в лес. Когда она отошла уже далеко от дома, ей навстречу вышел волк. «Здравствуй, девочка!» «Как тебя зовут? И для кого это ты нарвала цветочки?» «Меня зовут Красная шапочка», — ответила девочка. Она уже и забыла наказ матери. «Букетик я собрала для моей бабушки. Она живет в домике на той стороне леса. Я несу ей пирожок и маслица». «Пирожок и маслица? А бабушка, значит, живет на той стороне леса». «Ну, счастливой дороги, девочка. И мой тебе совет. Не торопись. Собери для бабушки букетик побольше». «Хорошо», — сказала Красная шапочка и вежливо попрощалась с волком. А тот помчался прямиком к дому бабушки. Волк знал в лесу все тайные тропки и быстро прибежал к домику на опушке. «Тук-тук-тук! Кто там?» «Это я, твоя внученька, Красная шапочка», — проговорил волк тоненьким голоском. Бабушка лежала в постели и не могла встать. «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Волк дернул, вбежал в комнату и проглотил бабушку. А потом улегся в постель, надел бабушкин чепчик, накрылся одеялом и стал ждать, когда же придет Красная шапочка. А Красная шапочка набрала самых красивых цветов, дошла, наконец, до бабушкиного дома и постучала. «Тук-тук-тук! Кто там?» — спросил волк тоненьким голоском. «Это я, двоя внучка, Красная шапочка». «Входи, милая». Красная шапочка вошла и ахнула. Бабушка была совсем на себя не похожа. «Это что, бабушка?» «Бабушка, почему у тебя такие большие уши?» «Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое». «Бабушка, почему у тебя такие большие глаза?» «Это чтобы лучше видеть тебя, дитя мое». «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» — А это, чтобы съесть тебя! — прорычал волк, выскочил из-под одеяла и кинулся на девочку. Красная шапочка закричала изо всех сил, и ее крик услышал дровосек. Он как раз закончил рубить деревья в лесу и возвращался к себе домой. Дровосек ворвался в дом, взмахнул топором и разом отрубил голову волку. А потом вспорол ему брюхо, и надо же, оттуда вышла бабушка, целая и невредимая. То-то было радостью. Деву, бабушка и красная шапочка кинулись благодарить дровосека, а потом все вместе стали пить чай с лимоном, который принесла красная шапочка, и так заговорились, что незаметя, как наступил вечер. Тогда дровосек посадил красную шапочку к себе на плечи и понес ее домой маме. Мало ли, что может случиться с маленькой девочкой ночью в лесу. А красная шапочка навсегда запомнила, что надо слушаться маму, с дорожки не сворачивать и с незнакомцами не разговаривать. Вот и ты запомни.